Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Антона, и сегодня мы продолжаем испытание подбора фут-жества. Итак, внимание, у нас есть три игрока, которых можно выполнить. Ну, из всех трёх я бы, конечно, выбрал бы себе Эрэйру из Манчестера, но, блядь, реально, надо просто немеренно вложиться. Такого количества монет у меня, к сожалению, нет. Можно было ещё сделать Софини Буфало, могу ошибиться в его названии в игроке, но, блин, я понимаю, что да, мне хватает монет и игроков, чтобы его выполнить, но это как бы не то. Он у меня долго в составе не задержится, а я в него, соответственно, вбухаю много денег. Поэтому выполняем обычные ежедневные ПК, большой золотой набор мы получаем за это. Здесь всё просто, игроки из одной лиги максимум 6, игроки из одной страны максимум 4, 4 золотых и 100 сыгранностей. Я просто обошлось Англии 3, Англии 2. Сейчас я каждого игрока покажу. Практически все у меня были либо куплены за копейки, либо уже были в составе. Соответственно, 500, 700, 900, 1100. Сколько тут? Две даже тысячи чего-то не пошли халявные. 2500. Соответственно, эти игроки у меня уже были. Выполняем, не будем затягивать. У меня ещё, кстати, подобрались наборы, которые можно открыть. Паки, да. Соответственно, сейчас мы их вместе откроем вместе с большим золотым набором. По-моему, у меня в сумме получается, да, 7, но здесь один в аренду. Поэтому 6 паков. Соответственно, давайте откроем именно большой золотой набор. Здесь три редких, но он был выполнен за ИПК, и я надеюсь, что в нём что-то будет лютое. Давайте, поехали. А, столбы. Я думаю, он, фу, кто это? Ну, Дост, Дост. Да, честно, я очень не особо помню, когда я их выполнял Косилиса. Ну, 10-83, и как бы его можно оставить, на самом деле. Из Португалии можно оставить, из Франции мы оставляем, да, Туза. Так, давайте вот этих точно оставляем. Соответственно, Францию мы сейчас проверим, сколько он вообще стоит. Игроки во Франции сейчас подорожали. Ну, тоже оставим пока, да, чтобы, как говорится, потом ещё что не тратится. Куча физической формы. Ну, и всё остальное мы продадим. Так, давайте открывать следующие наборы. Давайте с золотого премиума начнём, потом откроем два золотых и уже их большие. Поехали. Золотой премиум набор, ребята. Премиум. Должно быть что-то крутое. Даже не редкие. Единственное, хорошо, что, по-моему, надеюсь, это не дубликаты, это игрок из Англии. Да. Два из Англии. Два из Англии. Слушайте, отлично, ребят. И один из России. Думбия, да не тот. Мы, кстати, сейчас его, возможно, продадим. За хорошие деньги продадим. Да, слушайте, он прилично стоит. Я, пожалуй, его продам, так как коплю на Салаха. Ну и, соответственно, продажа его мне не помешает. Итак, ребят, следующий набор. Поехали. Золотой. Блин, даже не редкий, понимаете. Но зато из Испании. Оставим его так. Из Франции. И Бундеслига 2. Это мы на продажу поставим. Поехали. Следующий пак. Следующий набор. Обычный золотой набор. Так, что ж такое-то? Где жарет? Из Наполи. Из Наполи. Итальяшка. Только не итальянец, а албанец. Так, из Голландии точно не будем. Поэтому оставляем только вот это. Так, ну что, ребят. Два больших золотых премиум набора, которые даются мне за то, что у меня куплен, соответственно, полная версия Фифы. Давайте, давайте, да, может, это в них вылезет. Хотя бы редкий, блядь. Сориано, сориано. И все, да, походу? Давайте посмотрим Германию, Испанию, Англию, Италию, Италию. Этих мы всех оставляем. А Дебайора будем продавать. Контракты и физическую форму эту оставляем. Так, ребят, последний большой золотой набор. Погнали. Смотрим, что в нем. Да, блядь, ну вообще даже не редкий, блядь. Блядь, что это? Блядь, кошмар. Просто такие паки открывать, блядь. В которых даже, прикинь, редких вообще нет. Ну где они? Ну вот здесь, в контактах, блядь. Нахмите, контакты редкие. Ну, короче, полнейшая жесть. По-другому не скажешь. Просто жесть. Ну и вскроем игрока в аренду, да. Набор аренды в игрока команды неделя. На три матча. А Томинди выпал. Ну, кстати, неплохо, неплохо он выпал. Жаль, что не основной это игрок. Ну, к сожалению, пока как-то так. В ожидании у меня выполнения ежедневного задания. А, соответственно, эта битва... Надо забить три гола головой. Пока у меня, к сожалению, не получается сыграть три матча и забить вообще 10 гол в одиночных матчах. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди еще будет несколько испытаний подбора фуджества. Надеюсь, что там будет более что-то интересное. Всем пока и играйте в ФА-18.